Я хотел сначала поправить Андрея относительно того, что российские блоки, или советские, как он их называет, не имеют технологии так называемого load following, так называемого маневренного режима. Буквально сейчас открыл новость у себя на сайте 8 ноября. Пятый энергоблок ВВР-1200 Ленинградской АЭС третьего поколения Плюс успешно прошел тестирование в маневренном режиме. Эти технологии давно разрабатываются, все новейшие блоки их имеют, и МАГАТЭ более того уже давно ведет специальные исследования, публикации по теме соединения, сочетания альтернативных прерывистых, так называемых, альтернативных сочетных генераций и современных блоков. По поводу тематики, кто будет признавать атомную энергетику зеленой, во-первых, Россия это уже сделала официально. Я хочу просто вам объяснить, он не понимает, как это делается. Во-первых, сейчас эта процедура происходит, официально проходит в Евросоюзе, где для этого был подключен специальный научный центр Евросоюза, который два года проводил всесторонние комплексные исследования, которая признала, что атомная энергетика не является более опасной, чем какие-либо другие источники, и также имеет право входить в так называемую зеленую таксономию. И о чем идет речь? То, что правительство сейчас и России, и Европа, и мира активно принимают так называемые зеленые сделки, зеленый пакет инвестиций. И чтобы попасть в эти инвестиционные, новые строительные, генерирующие проекты по декармонизации промышленной энергетики, энергетические проекты должны соответствовать определенным критериям таксономии. Вот, Россия уже официально признала, что атомная энергетика входит в этот список технологий и, соответственно, будет получать инвестирование в Европе. Это вот такой достаточно сложный, непростой вопрос, потому что по официальным научным всем заявлениям, исследованиям, атомная энергетика, да, является зеленой и может быть инвестирована, получать инвестиции. Но сейчас происходит полемика между рядом стран, например, 7 стран, в том числе Германия, выступили против с Австрией, 9 стран выступают за, и Евросоюз пока не готов выдать окончательного заключения. Но сейчас в основном речь идет о том, что и газ, и атом оба будут включены в так называемый пакет зеленых инвестиций Евросоюза. А это огромные-огромные деньги, и, соответственно, за это борются сейчас. Смотрите полное видео и прямой эфир на сайте Независим ТВ. Ссылка в описании.